всем привет вы на канале байл блог и так в предыдущем видео я вам рассказывал про стратегии заработка на рынке как можно заработать в нба сегодня пришло время поговорить нам какие есть тактики игры в нб и потому что там есть капа и как же лучше распределить состав в этом видео я вам расскажу несколько видов поехали так у нас есть два вида это контендер и есть чемпион там разные модели в контендере лучше конечно выбирать средних игроков потому что у нас общая капа на 5 игроков 110 очков в чемпионе у нас 120 очков на 4 игроков потому что есть mvp карта mvp карта это игрок с самым большим средним скорингом за 10 матчей поэтому его мы в счет не берем и выходит то что по 30 очков у нас на каждого игрока есть чтобы перейти нам к тактикам и чтобы вы понимали про кого идет речь давайте я разобью свою градацию то есть звезда это 42 очка и больше игрок набирают среднем за 10 матчей 30 41 игрок набирает это основной от 20 до 30 это средний игрок от 11 до 25 это запасной 6 10 low скор и от 0 до 5 это затычка и так перейдем теперь контендеру в контендере можно играть разными способами итак первый способ первая тактика это одна звезда 3 средних игрока и 1 затычка выглядит интересно а если затычка ваша может набрать какое-то количество очков то есть есть игроки которые будут выходить за место игроков которые отдыхают то есть там может быть практически весь ростер будет отдыхать до какой-то неважный матч и там набрать спокойно там свои 6 10 очков и они принесут вам в копилку весьма неплохой результат чтобы у вас было понимание состава под эту тактику например лауре марканин а туда болт адамс зубоц и шарич то есть таким составом принципе можно играть контендер ну естественно его менять у кого-то вырастает средний скоринг у кого-то нет второй вариант тактики игры которая является принципе самый популярный это просто пять средних игроков вы поделили свою капу разбили ее на равные доли но и плюс-минус подобрали туда игроков то есть можно сделать примерно такой состав мелтон каруза браун аним и тот же адамс то есть примерно в таком составе тоже можно играть это самая популярная тактика потому что менеджеры не хотят делать там различные манипуляции они собрали плюс-минус равных игроков со средним скорингом возможно где-то взяли про запас да там три-четыре очка если скоро не будет увеличен средний за 10 матчей и играют этим составом там на протяжении долгого времени по крайней мере стараются пять средних игроков приносит неплохой результат и это по самая популярная наверное тактика в контендере которая есть следующая тактика которая может также иметь жизнь это одна звезда один основной игрок 2 low скорящие позиции и 1 затычка то есть здесь также мы рассчитываем на то то что наши звезды наберут неплохой скоринг да то есть дополнительный и наша затычка тоже чуть сыграет тем самым мы всегда набираем там свои там 120-130 очков потому что у звезд есть такой предел что какой-то матч они набирают 40 какой-то набирают 60 и в этом диапазоне они играют если у вашего игрока есть там два и более матчей то это наилучшее решение поставить туда звездного игрока то есть как пример состава это тейтум туда мы ставим сабониса альварадо поставить можно туда также камингу и хаузера то есть в таком формате можно отыграть принципе довольно таки он интересный но самая главная суть контендера заключается в том что вам нужно набрать игроков которые перебьют свой средний показатель потому что если в mvp мы можем поставить игрока с показателем там 70 и он наберет свои 70 очков которые считаться не будут и потом еще 120 то есть грубо говоря 190 то в контендере 110 очков которые нужно перебить если наши игроки сыграют как последние 10 матчей они набирали то есть по среднему то тогда будут проблему потому что всего 110 очков и нам призы они не принесут но вот если наши игроки наберут там хотя бы по 20 по 15 очков свыше то тогда это гарантия призовой карты потому что в среднем в контендере призовые места начинаются от 160 очков то есть 50 очков нужно перевыполнить чтобы средний показатель был больше теперь давайте перейдем к чемпиону потому что это мне кажется наиболее интересный вариант но туда нужно идти уже с каким-то бюджетом потому что идти туда с маленьким бюджетом бессмысленно так как в основном там задействовано по одной как минимум звезде для mvp и со средними игроками туда идти суваться не стоит поэтому если у вас средние игроки переходите контендер если у вас есть сильные игроки то в чемпион и так как я уже и говорил это одна звезда и четыре основных игрока там но может один средний игрок до который там будет 25 28 скорей то есть в таком формате можно играть потому что средние основные игроки в основном и делают эту разницу в очках то есть могут принести довольно таки неплохое количество очков это принципе самая популярная стратегия то есть как вариант состава это тейтум левер клакстон хиро и дорозу например то есть эти игроки могут принести довольно таки неплохие призы и набрать довольно таки неплохо очков потому что каждый является если не первый то второй опции в команде и может набрать очень и очень даже неплохо второй вариант стратегии 2 звездных и 3 средних игрока в таком формате можно выглядеть тоже очень довольно таки неплохо потому что средние игроки всему голова могут дополнительно набрать очень хорошо если они выдали там игровой перформанс а средний у них 20 а сделали 60 то плюс 40 очков выглядит весьма круто как вариант такого состава это дончич тейтум милтон клакстон и адамс то есть такой вариации можно принципе тоже играть и она выглядит весьма успешно по последним игровым неделям более сложная тактика это три звезды один центровой который не является звездой да то есть это больше средний скоринг и один low score либо затычка то есть здесь тактика говорит о том что три звезды мы поставили те кто стукорит очень хорошо поставили среднего центрового почему ставим именно центрового потому что бывают овертаймы когда центровой может играть там 40 минут который наш основной и центровой делает больше всего подборов и то есть он может сделать перформанс 15 плюс 20 и тем самым просто нас взвинтить до небес плюс сделай там еще четыре блокшота и того он набрал 50 очков поэтому центровых выгодно ставить именно как такую некую затычку но если вы угадаете игрока периметра который сможет такой же перформанс сделать то вы супер скаут ну и конечно же мы ставим затычку которая надеемся будет играть например такой состав можно собрать дончич янг йокич адамс и каминга то есть вот хороший игровой состав который проходит в чемпион если конечно средний скоринг и поменялся на момент выпуска видео и тем самым приносит неплохие призы если игроки смогут сделать перформанс из своих игр но здесь тоже стоит учесть тот момент что звезды могут не дать того пульса которые могут дать средние игроки когда у вас заиграна три звезды это не гарантия того что вы сможете занять топовое место поэтому посмотрите больше на средних или основных игроков и финальная стратегия финальная тактика которую я разработал для себя и увидел других менеджеров это одна звезда один основной двое средних и 1 затычка очень много кто таким видом играет как вариант такого состава следующий джамор от нуркич хэрис лав и чендлер выглядит состав весьма неплохо какие-то игроки могут набрать довольно таки неплохие очки с учетом того то что у некоторых есть там средний показатель 20-25 они могут спокойно сделать 50 то есть здесь больше стратегии развития идет не на то что кто самый стабильный а тот кто больше играет в качеле то есть один матч он играет 15 очков другой матч играет 50 очков то есть такие игроки нам нужны потому что средний скоринг будет 20 а по факту это 50 очков он может нам принести и конечно же не стоит забывать что здесь не как футболе если мы говорим про рейро дивизион то тут нужно три карты чтобы у вас было редких остальные можно лимитировано конечно в идеале иметь все пять редких карт но разница будет не колоссальной если вы играете с затычками потому что купить затычку за 10 долларов или купить за 1 доллар разница колоссальная в очках разница вот такой вот не будет потому что если затычка наберет 10 очков 10 процентов от всего одно очко за 9 долларов в принципе можно пожертвовать так что если вы играете затычками либо же супер редких дивизионах либо в редких то имейте ввиду про затычки которые идут на уровень меньше потому что они стоят дешевле а по скорингу они приносят примерно плюс-минус столько же сколько и карта которая была ниже редкостью но вот если вы играете со стратегиями которые везде средние то купите себе 5 красных карт не пожалейте потому что 20 15 очков которых вы не доберете из пяти карт они просто зарешают вашу позицию за борьбу в призовых местах поэтому нужно быть предельно внимательным к этим мелочам и играть если вы хотите более бюджетный вариант играть затычками использовать желтые либо красные карты в синих дивизионах либо же использовать всех одного цвета и одной редкостью всем спасибо за просмотр надеюсь это видео было полезно расскажите пожалуйста в комментариях какими тактиками вы пользуетесь а я пошел записывать для вас следующее видео пока